Всем привет! Сегодня на обзоре солнечная зарядка или зарядная панель от компании Woodle SSP модель 1. Энергия, получаемая из бесплатных источников, используется человеком уже давно, но массовое распространение она не получила. Все упирается в стоимость оборудования, а вот миниатюрные вариации солнечных зарядок уже давно активно используются, особенно теми, кто ходит в длительные походы и подолгу находится в местах, где отсутствует электроэнергия. Данная зарядная Woodle SSP1 является практически полной копией такой же зарядки от Blitzwolf BWL1, однако она имеет некоторые конструктивные доработки и при этом стоит немного дешевле. Максимально указанная мощность 21 Ватт, но в реальности все, что мне удалось с нее выжать около 15 Ватт. Давайте посмотрим на коробочку и характеристики. Видим изображение самой, собственно говоря, панели, ее модель и с обратной стороны технические характеристики. Здесь указано, что она выдает максимальную эффективность при преобразовании энергии 23,5%. Это довольно хороший показатель и, если честно, я сомневаюсь в этом показателе. Обычная китайская панель вряд ли выдает такую эффективность. Тут же написано, что используются три панели, максимально 21 Ватт. Два выхода, Out1 5 Вольт 2 Ампера максимально и Out2 2 Ампера 5 Вольт максимально. В описании к товару на сайте было указано, что второй порт имеет 1 Ампер на выход, но в реальности они оба по отдельности могут выдавать до 2 Ампер. А вот в сумме 4 Ампера они не выдадут. Вот если бы они выдали 4 Ампера, это и было бы при 5 Вольтах 21 Ватт. Ну, максимум, что мне удалось добиться, это около 3 Ампер суммарно с двух портов. Так, ну давайте откроем панельку, посмотрим. Кроме вот этой вот красочной упаковки, под ней расположена более такая простецкая, но зато она более прочная, картонная коробочка. Которая открывается и, собственно говоря, здесь уже сама зарядочка. Кроме зарядного устройства в комплекте мы можем найти инструкцию на английском языке. Здесь также везде указаны характеристики. И эти характеристики показывают 21 Ватт, 5 Вольт, 2 Ампера, эффективность 23,5%. Ну, везде это указано, везде это преувеличено. Хотя, возможно, просто при измерении использовались максимально, так сказать, благоприятные условия. То есть, максимально чистое небо, полдень, день летнего сонсостояния. То есть, когда можно выжать максимум. Естественно, в реальных условиях такого максимума выжать вам вряд ли получится, потому как либо облака есть, либо далеко не полдень, может солнце садится, может вставать и тому подобное. Так, ну, вернёмся к комплектации. Видим здесь 4 карабина. Для чего они нужны? Для крепления панельки. Я покажу вам, на ней есть отверстие. Её можно крепить к палатке. Можно также её повесить на рюкзаке. И во время похода она прямо и будет у вас заряжаться во время ходьбы. Так, ну давайте посмотрим саму панельку. Снимем пакетик. Видим логотип компании Woodall. И надпись Solar Charge. Солнечная зарядка. Значит, ну, чисто визуально сделано всё отлично. Компактные размеры позволяют её взять даже в небольшой рюкзак. Она гораздо меньше займёт места. И тем более уж по весу. Чем если тащить с собой кучу разных пауэрбанков. Материал довольно прочный. Я бы его охарактеризовал как Oxford. Есть такой материал. Из него делают обычно брезентовые накидки на... Ну, не брезентовые, а накидки на автомобили чехлы. И также шьют рюкзаки. Вот подобного качества этот материал. Возможно, это он и есть. Значит, прошито всё очень классно. Нитки нигде не торчат. Нитки по типу нейлоновых. То есть, они не рвутся. Я пробовал на разрыв, на растяжку. Всё довольно неплохо. Вот эти вот колечки, о которых я говорил. Их на самой зарядке тоже 4 штуки. И они вот нужны для того, чтобы карабинчики крепить. Чтобы её раскрыть, нужно снять вот эту вот липучку. Довольно плотная липучка. Ну, и после чего панелька раскладывается. Раскладывается она и состоит из трёх. Частей вот. Целиком она в кадр не помещается. Поэтому буду передвигать. Так. Что можно сказать про панельки. На них нанесено какое-то защитное прозрачное покрытие. Которое, ну, бережёт, как бы, стёкла. Так. С, получается, правой стороны у нас расположена часть, где находится контроллер. Контроллер спрятан в специальном кармашке. Вот он, видим. На нём написано Solar Controller. Аут 1 и Аут 2. Два выхода. Когда мы панель направляем на свет, на солнышко, то она максимально загорается. Так. Ну, сейчас вот совершенно не хватает света. Солнышка нету. А искусственного освещения не хватает для того, чтобы запустить эту лампу. Эту зарядку. Так. На ней указаны характеристики также здесь. И в виде пиктограммок нарисовано, как правильно её располагать. То есть, наиболее правильное расположение это под углом, под прямым углом к солнечным лучам. Если не прямой угол, это уже, как бы, не очень хорошо. Будет неполная мощность. Ну, естественно, если вот такого вот расположения вы добьётесь, то, скорее всего, зарядка вообще не будет выдавать никакого нормального напряжения. Так. Здесь также в карманчике есть место достаточно много, куда можно во время зарядки положить и сам смартфон или пауэрбанк. Места достаточно много. В принципе, даже две штуки можно уместить. Чтобы добиться вот такого вот расположения, в данной зарядке предусмотрены ножки-подставки. Это выгодно отличает её, эту зарядку, от модели Блиц Вульф, у которой таких ножек нет. Вот видим, они такие вот ножки выставляются и есть липучки для фиксации. То есть, так вот выглядит это. И потом, вот, вот на этих ножках она стоит. Вот. Таким образом, вы можете играть уже, так сказать, с углом наклона. Вы можете положить её, можете подвесить и использовать подставку. Так, ну давайте я кратенько расскажу о реальных возможностях. То, что я протестировал в боевых условиях, так сказать. Я ходил с ней уже в походик. Короче, в качестве нагрузки я использовал разряженный смартфон свой, который берёт при зарядке более полутора ампер. И севший пауэрбанк. Он берёт до двух ампер в полностью разряженном состоянии. Там чуть меньше. Вот. При использовании одного, одновременно одного порта, я получаю от полутора до 1,9 ампер. В зависимости от солнца. То есть, можно сказать, что заявленные два ампера на порт есть. С помощью нагрузки можно спокойно вытянуть это напряжение, ой, это ток, но тогда немножко просядет напряжение. Тем не менее, 2 ампера выдаст. Причём абсолютно не важно, к какому порту подключиться. И первый, второй порт выдаёт до 2 ампер. А вот при двух одновременно подключенных потребителях, по идее, мы должны уже получить результат вдвое больше. То есть, 4 ампера должно быть. При 5 вольтах это будет как раз заявленный 20 ватт. Ну, 21 в заявленном. Но в реальности такого не получается. То есть, при хорошем солнечном расположении мне удалось максимально в сумме получить 16 ватт. То есть, одна зарядка у меня выдавала 1,74 ампера при напряжении 5 вольт, что равно 9 ваттам. А второй порт выдавал 5 вольт, 5,06. И при этом ток 1,54. То есть, 7,8 ватта. Складываем 9 ватт и 7,8. Получаем 16,8. Это максимальное значение, которое я выжил из зарядки. В реальности же мощность, в принципе, будет еще меньше. Так как облачность, движение солнца и так далее. Все это влияет на общий результат. Потому как, я же говорю, у меня это был максимальный результат, который я добился. Ну, к примеру, при дымке такой облачной, когда небо заслано небольшим слоем облаков, мощность падает до 0,9 ампера. При токе 5,1 вольта. А это уже всего лишь около 5 ватт. Ну, несмотря на это, считаю зарядку очень полезной. Особенно туристам, которые по несколько дней находятся без электричества. За дневной переход вполне можно зарядить пауэрбанки, свет от которых будет потом использоваться ночью. Ну, и телефоны, конечно, всегда будут заряжены. Это гораздо удобнее, чем тянуть с собой в длительный поход кучу внешних аккумуляторов. Даже при средних погодных условиях зарядка выдает более 1 ампера, что достаточно для зарядки большинства гаджетов. Всключением является только очень плотная облачность, когда напряжение падает до 4,5 вольт и ниже. И если, естественно, еще ниже упадет, то зарядить уже от такой зарядки ничего невозможно. Вот, в общем-то, и все. Благодарю за внимание. Если какие-то вопросики есть, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Злой. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok